Всем привет, ребята! Меня зовут Милана, и добро пожаловать на мой канал и на моё второе предновогоднее видео. Сегодня я решила поделиться с вами идеями новогодних подарков, так как уже стоит думать, закупаться даже, потому что потом всё разберут, и ты ничего не сможешь купить. И я разделила это всё на мини-категории, чтобы было более понятнее. Так что давайте начинать. Первое — это планер. Мне кажется, что планер как раз-таки будет довольно актуальной идеей, так как начнётся 2022 год, и сразу заполнять дневник в новом году — это достаточно интересно, увлекательно, и мне кажется, что если вы подарите своим друзьям, тем более если вы знаете, что они любят оформлять что-то, заполнять, то это будет очень крутой подарок. Следующая — это светодиодная лента или проектор. Вы знаете, есть такие проекторы на озоне. Проектор «Звёздное небо». Он стоит в районе 500 рублей. Но я видела её за 500, были и за 1000, и были и за 5000, я помню. И то есть на озоне, на Valboris есть такие «Звёздное небо». Лента стоит от 500 до 1000. В общем, лента стоит. У меня есть эта лента, а «Звёздное небо» я вот как раз-таки хочу на Новый год. Мне кажется, это будет очень красиво, красивая атмосфера, и сразу хочется как-то посмотреть фильм, что-то интересное поделать, фоток можно разных классных наделать. Так что мне кажется, это очень крутой подарок, прям очень. Если бы мне подарили такой подарок, я бы была безумно счастлива. Вы можете подарить что-то для комнаты, например, органайзеры, постельное бельё какое-нибудь красивое выбрать для подружки или для друга, какие-то шкафчики. Или на зоне, вообще на зоне на Valboris куча, куча всего всяких вот этих органайзеров, всякого постельного белья, комплектов. Так что мне кажется, что вы можете подарить занавески, там всё такое, какие-нибудь такие, знаете, ну, украшения, гирлянды, ну, к Новому году, для украшения комнаты. Если этот человек довольно творческая личность, которому вы хотите подарить, вы можете подарить скетчбуки, вы можете подарить какие-нибудь блокноты, карандаши, там, ластики, то есть какие-то наборы творческие, возможно, которые принесут какую-то пользу для их саморазвития. Если они хотят развиваться в сфере, там, это и дизайнерами хотят стать, или что-то такое, то почему бы и нет. Следующая категория, это косметика, то есть это может быть тушь, опять же, блеск, помада, посмотрите, там, главное, не ошибитесь, это может быть духи, косметичка. Мне кажется, это будет довольно интересный подарок, тем более, если девочка любит краситься, то почему бы и нет. Там, я, например, хочу себе блеск для губ, я даже в сторис выставляла, один блеск для губ хочу очень сильно, мне понравился оттенок, и думаю, в скором времени я его закажу. Категория, это наша любимая категория, это спорт. На самом деле, вы можете подарить в этой категории всё, что угодно, это может быть коврик, это может быть какие-нибудь гантели. Если человек сам же, опять же, это попросит, возможно, вы можете подарить человеку антистрессы. Мне кажется, что для нового 2022 года это как раз-таки то, что нужно. Всякие антистрессы, сейчас ещё куча вот этих антистрессов появился, они появляются каждый раз, я в шоке. Недавно были попы, это симпл, димпл, сейчас я эти поптюбы, или как они называются, куча, короче, всего. И мне кажется, что это будет интересный индивидуальный подарок. Одежда. Это может быть что-то из одежды, из кофты. Главное, не ошибитесь с размером, лучше спросите. Я, конечно, понимаю, что есть люди, я сама такой человек, который хочет сделать сюрприз. Нет, я не буду говорить, потому что я хочу сделать сюрприз. Но если вы берёте именно одежду, то лучше, конечно же, спросить, потому что вы можете ошибиться с размером, и в итоге человек не сможет носить эту вещь. Вот. Или если вы знаете точно размер, то почему бы и нет. Футболки. Это могут быть жилетки, это может быть что-то для школы, это могут быть толстовки, всё что угодно, в общем. Это может быть техника, телефон, компьютер, планшет и так далее, ручки там всякие, вот эти, которые, знаете, стилусы, как они называются на планшетах, пишут, это может быть всё что угодно. Все вы, наверное, видели вот эти вот наборы для девочек, там они как-то называются, возможно, и для мальчиков есть, я просто только для девочек смотрела. Я вам вставлю вот эти фотографии, на зоне ты завиваешь такие наборы на Новый год для девочки. Там выходит тебе набор, там идёт маска, допустим, маска для лица, маска для сна, допустим, не только с косметикой связано, там может быть что-то и с творческим связано. Такие вот боксики, в общем, да, боксики. Их тоже можно заказать, и тем более вы так не будете долго думать над подарком, и это будет и красиво, и интересно, и в коробочке всё аккуратненько. Это могут быть тапочки, сейчас продаются тапочки, видите, всяких зверушек, и они прям такие миленькие, красивые, и в них хочется прям ходить. И, кстати, насчёт тапочек ещё можно подарить носочки, новогоднюю пижамку какую-нибудь, и это поднимет настроение, потому что человек всё-таки зимой в большинстве случаев дома, потому что на улице холодно, никуда выходить не хочется, и это подарок для дома, и он всегда нужен, и его можно носить не только зимой, но ещё и летом, если вам не будет в этом жарко. Можно купить какие-нибудь интересные кружечки, опять же, это может быть не только новогодняя, но и просто какая-нибудь милая кружечка с котиком, или вы можете распечатать фотографию подруги, если она у вас есть, и сделать её на кружке, мне кажется, это будет интересно и довольно увлекательно. Далее это уход за собой. Это могут быть масочки для лица, это могут быть пенки всякие, бальзамы для губ, в общем, всё, что связано с лицом. Вы можете подарить себе что угодно, возможно, подруга вас сама об этом попросит, что вы хотите. Например, мы с Машей договорились, что мы не будем сами выбирать подарки, потому что вдруг мы закажем что-то ненужное, и мы всё-таки спросили, я ей отправила, что я хочу, и она мне отправила. Следующий очень полезный подарок — это книги. Я заказала книгу одну, детектив, там вообще, по-моему, две части, я не помню, какой там автор. Вот, я у Маши попросила, чтобы она мне купила книжку, это про детектива. Это может быть классика, смотря что любит ваш друг, знакомый, чтобы, опять же, не ошибиться. Это могут быть свечки, какие-нибудь ароматизаторы, опять же, для комнаты. Свечки я вообще обожаю на Новый год, особенно зимой, зажигая свечи. Осенью, зимой я именно в это время их и зажигаю, прям вообще шикарно. Постеры на стену. Возможно, кому-то эта тема будет интересна. Например, я тоже хотела как-то одно время, сейчас мне уже не хочется. Я хотела, когда я смотрела аниме, я хотела постер наклеить, а два персонажа. И там продавались такие большие постеры, и я прям думаю, вот-вот на день рождения я попрошу у Маши, чтобы она мне подарила этот постер. Или у мамы попрошу, потому что мне этот постер прям настолько нравился. Сейчас, конечно, уже я от этой затеи как-то немного отошла. Но раньше я очень хотела, возможно, у Вашей подруги есть какой-то кумир или у друга, и Вы хотите сделать ему приятное. Зеркала. Это могут быть большие зеркала, так и маленькие. Довольно банальный подарок. Это канцелярия. Канцелярия всегда нужна, мне кажется, на столе. Это могут быть ручки, это могут быть фломастеры, кисточки, такие, знаете, я тоже их очень хотела. Стикеры также могут быть. В общем, всё, что связано с канцелярией. Были все идеи новогодних подарков. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет безумно приятно. И всем до новых встреч, всем до новых видео, всем пока-пока!